ребятки всем огромнейший привет вы на канале семья на чемоданах меня зовут славян подписывайтесь на мой инстаграм тут настенька наше самое маленькое чудо артем родион вон вперед пошли ну-ка стойте ой сегодня новый день уже конечно обед и мы и мы будем двигаться к морю три месяца не видели еще нам нужно сегодня пообедать где-то покажем вам что и как и еще еще нам нужно купить местную сим-карту я решил что эту симку местную я вставлю в телефон на сентин сам буду на своей потому что мне приходит уведомление кто мне звонил и тогда я могу перезвонить по вот сабу ну короче погнали в новый выпуск идем это наш район где мы живем вот такие домики 2 3 этажные сразу у нас есть магазин мегрос это типа нашего русского магнита пятерочки пурина я вчера нас не говорю вот смотри обычная пурина что такого все здесь как бы есть сразу есть кафе мы вчера по этой улочке ходили искали где нам поужинать в итоге шикарно поужинали выпуске смотрите как мы кстати сюда летели как заселялись и так далее и тому подобное и вот наш райончик вот отсюда постоянно видите мечеть оттуда постоянно дорогу оттуда постоянно издаются вот эти звуки стой 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 надо было в общем перейти дорогу потому что в турции есть такой прикол что не пропускают пешеходов так местный рынок подъехал вот здесь можно всякие костюмчики видите купить даже всякие зарядки прикольно как это все выглядит нам хера когда мы заселялись нам хозяин квартиры сказал что сегодня буду здесь рынок сходите смотрите 3 килограмма 10 лир это примерно 70 рублей 3 килограмма яблок овощи очень дешево ну и всякие тарелочки безделушки вот всякие крупы прям в мешках много всего но единственное что нету гречки я вот походил в магазин специально посмотрел а вот это вот у них короче смотрите это мусорки то есть на педальку нажал и выкинул вот сюда пакет прикольная тема конечно пойдемте смотрите в зелени прям вообще слушайте слива 5 лир килограмм 7 лир хурма чеснок 15 блин круто бананы черри орешки семечки 20 лир вкусненькие беленькие вот такой вот у нас вот рынок он даже ковры продают в принципе можно чего угодно купить гранаты я сегодня в магазине покупал гранаты чуть больше килограмма вышло 60 рублей сад один рубль по моему так и дешево очень дешево считывая что мы очень сильно любим гранаты апельсины лимоны кабачки какие маленькие клевые вообще слушайте идешь и прям все хочется попробовать купить вон сколько зелени красота нам идти еще два километра на море и мы уже такие типа вау 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 да он пацаны говорят египта не египта а турция египта здесь у нас есть еще такси видите и вот рынок уходит туда вглубь то есть он такой большой есть все занимают на под площадке но сходим как-нибудь в другой раз два раза в неделю как я понял приезжает вот в пятницу точно но рынок да и еще в какой-то день пока не знаю но узнаем чуть позже и сходим посмотрим по цену в принципе ценники плюс-минус я вам показал фермерские фермерские цены классно что идешь машины все чистые тротуары чистые просто красотища вот тут мы вчера как раз и ужинали вот она лара к раку ку-ку-ку россии или как-то правильно так читается не знаю вот короче здесь прикольно у нас там вышел что 1300 по моему посмотреть какую поляну там организовывают а вот еще продолжение рынка вот там вот под навесом еще рынок ну в общем друзья мы с вами сходим обязательно туда в другом выпуске все посмотрим как и что там огромная площадь рынка вообще огромное самое что прикольно что здесь не понимают здесь все никто не разговаривает на русском вот и немножко возникают такие паразиты сложности мы когда заселялись я сразу у хозяина квартиры спросил мол типа телефон местная сим-карта он мне сразу показал картинку вот этого вот игре туда пойдешь и там можешь купить сейчас вместе с вами зайдем туда и купим сим-карту 200 лир не лезьте к собаке слушайте что-то зашли и получается что 200 лир 20 гигабайт и 200 минут звонков но четко хрена весь лир и это примерно 1400 1500 рублей в месяц решили что сейчас не будем покупать наверное наверное возьмем попозже как говорится пока она не горит а в принципе если что на крайняк всегда она возле дома можно добежать если прям будет гореть правильно ну единственное что нам единственно что нужно конечно нам интернет например даже как куда пройти как куда дойти нужны карты хотя я скачал себе эту maps.me чтобы оффлайном пользоваться мы посмотрим а вот рынок продолжается здесь вот даже очки добавили какие-то туда-сюда видите как здорово вот в таком вот районе мы живем прям где местный местный колорит и от этого конечно очень-очень круто классно вот так вот видите куртки продают банкомат есть я смотрю вот еще сколько зелени вообще местный местный хайп до барбар шопот есть здесь еще по пути нашли магазин где продают чемоданы возможно то что-то заглянь заглянем потому что нам сломали чемодан таксист тоже посмотрите когда мы прилетели только и отправились скачали и вот так вот здесь вот мы кайфуем от такого вот это не отельная тема да и ты идешь и вот прям вот все здесь все все не по-русски все для турков сделала идите сюда все местные классную вот а страна соответственно тоже дай вот так вот здесь все продают вот все по 30 лир джинса детская площадка как на стенку там зацепилась с местным кафе дай вот русскоговорящая официантка нет конечно здесь смотрите тренажерный зал и видимо прокат прокат байков вот продаются мангалы очень красиво смотрятся все магазинчики прям вот классно человек по той стороне пройтись а вон от чемоданов сколько вон чемоданы сумки продаются ведра короче вы попали туда где нет наверное пожалуй никакого дефицита чем-либо не испытая вон шины новые шины был велосипеды и так далее и тому подобное так вот прокат велосипедов прокат еще пайков вот заправка хочу вам по ценам рассказать я вообще не понимаю на типа восемь с половиной лир в среднем какой бензин какой непонятно потому что там все словами написано сейчас попробую еще раз глянуть в пауэр просто вы power есть и все но типа и 95 92 на заправке не написан в среднем вот 844 836 стоит топлива но как как сориентироваться какой из них какой бензин я не знаю турецкий ресторан что-то сюда пивасик привезли и это ну явно все не местные сюда входят точнее наоборот местные сюда ходят не это не русские районы типа знаете в этой пола не район махмутлар вот нет здесь совершенно все по другому никакой вообще информации по-русски ничего нету ну и от этого конечно очень очень кайфово дальше уже начинается район лара весь идет такая вот застройка строят видимо и виллы не виллы а квартиры шикарнейшие виды видовые потому что вон там вот я уже вдалеке вижу море вот зовут этими постройками сейчас с вами дойдем пляж кстати называется лара там есть этот платный пляж 1 он как бы начинается а дальше и как я понял бесплатный ну сейчас пойдем глянем мы здесь как говорится первый раз сами ничего не знают а вот вообще какое-то здание просто все разбитое разрушены обстрите его как будто бы обстреляли почему-то не пойму высоченные пальмы лаза сидит все реставрируется а вот я вам еще хотел показать как здесь вызывают такси нажимаешь на кнопочку и ждешь видите такси мы тоже как-нибудь обязательно вызовем через кнопочку вообще просто есть такие вот пункты таксишные это вот это вот второй пункт которая вам показываю пока мы идем так кто любит рыбалку вот тут я нашел рыболовный магазин можно же лодки купить всякие чемоданчики стульчики прикольно вот а что смотрите смотрите выпуски много чем интересного ребята будем показывать вот тут надувашки детские еще кафешечка анталия як-мек до 100 ой как же мы скучали а слушайте просто не представляете вообще три месяца не были на море как живем до в краснодаре но малыш мы никуда ехать ездить не стали и сейчас дойдем настика горит как бы не разреветься от счастья детская игровая посмотрите нашел киц киман стик что такое вот прикольно так переходим улицу подъемчик гористая такая местность доставки как я понимаю доставляют здесь вот кафе кафешек конечно очень много вот прям на любой вкус есть рестораны есть прям местные заведения вот прям действительно где можно прочувствовать местную еду магазинчики пожалуйста всякий хоз нужные холодилки вон тачки мусорные ведра еще на той стороне тоже ну класс вот войны и деревья вот еще на столбу вызывать такси то есть принципе с такси здесь проблем нету подошел нажал можно позвонить но я слышал даже что не получится типа вызвать если нет места симки ну хрен его знает посмотрим как горится наступим на какую граблю и тогда уже возьмем симку но пока реально как бы и нет необходимости вон она морюшка я надеюсь вам его видно осталось совсем чуть-чуть я правда не засек сколько нам идти вот но по картам беру минут 20-25 но считаю что мы идем вообще на расслабоне поэтому возможно мы будем доходить до него дольше так сейчас самое главное перейти дорогу мы успешно перешли дорогу вообще не пешеходных переходов ничего нет конечно в этом соль турции наверное вот сейчас дальше будем двигаться по прямой дороге разбитый потому что идут стройки вот но мы на своей лучшие коляске как горит настика это лучшее решение было купить именно ее кайф на он есть такие вот отельчики не знаю это наверное типич это две звезды 3 звезды вообще посмотрите на улицах никого сезон закончился и походу все но мне кажется летом здесь вообще огонь сотрите апельсины растут налить так двигаемся дальше здесь есть сотрите экскурсии еще один мусорный такая мусорник вот так вот это работает вот видите там мусор да отходи прикольно я не знаю вывозит наверно потом как вот экскурсии куда все можно сгонять и так далее и подобно красота вот так на что чувствуется чувствуется что артем чувствуется что мы подходим к морю здесь даже есть остатки надувашек видите круги так а вот еще кстати сим-карта надо зайти спросить пойду-ка я спрошу сколько стоит у них здесь короче стоит 225 тот тот же тариф тот же тариф только сейчас подороже вот видите все эти туристические палатки закрыты но на той стороне вот что-то даже открыто это видимо прям такая туристическая улица о смотрите как прикольно ленинград ростов киев луганск вот таблички всякие разные прикольно вот и море beach 400 метров туда прямо все значит мы идем в правильном направлении я просто один раз посмотрел карту и в принципе сообразил как идти насика правильно подсказывает впереди большой гипермаркет но вот этот мигрос вот он тот же этот же магнит даже пятерочка еще очередная мусорка до интересная концепция интересно только вопрос как они потом все это дело вывозят оттуда во нам просто кто-то же в инстаграме написал что типа лучше покупать вот в таких вот еду покупать вот таких больших именно мигросах вот типа там дешевле но опять-таки сюда же нужно добираться у нас мигрос прямо возле дома так ну что мы походу пришли видимо вот в этой арке там и есть вход к морю но посмотрим посмотрим тут он мужики борются с деревом не знаю зачем видимо обломила и добыл сильный ветер и они его до ламывают чтоб на кого-нибудь не упала так ну что здесь вот магазинчик такой есть еще я так понимаю кофе и вот он вход слушайте посмотрите куда мы попали в общем вот она арка здесь вот так вот мы заходим и судя по мон парнишки которая идет с полотенцем походу он купался все там у нас море очень сильно хотим побыстрее дойти в общей сложности мы шли минут 25 очень медленным шагом единственное что мы сюда шли у нас как бы дорога постоянно как бы с корки было то сейчас когда пойдем обратно это уже история будет в горку поэтому думаю будет тяжелее вот сюда можно так вот заезжать видимо на байках птички что-то там щебетят турецкие попугаи вас ну класса ну класс же я уже вижу море насенька ой какая красота друзья я вам всем желаю чтобы вы тоже также а из холодов просто приехали к морю и и кайфовали он самолеты летают ну и все друзья вот он пляж вот оно море а а запах то друзья купаются люди вон вовсю смотрите я вижу по морейки довольны посмотрите какой кайф он даже еще есть экскурсию он корабле отходят вот чилят да наконец-то мы мирона привезли море кайф друзья это что-то невероятное песочек конечно сейчас пойдем он самолет думал дрон здесь пахнет и получится самолеты не даст он залететь так здесь короче видимо есть платный пляж вот он пляж куланин теломате увидите так закрыт загражден вот вход гузбич вот а тут уже вот просто люди чилят стойте стойте кайфа щай ой какой кайф но все пойдемте конечно пойдемте к морю вон пацаны разулись в носках вот так тащу коляску ради уж давай туда подальше какой кайф да такая вот скорее не песок это такая мелкая мелкая галька типа ой слушайте это невероятно все ради он кайф мы сейчас так вот заскочим сюда пошли пошли сюда пляж друзья пустой минимум людей судя по внешности это все турки мне так кажется но возможно мне просто кажется вот еще можно было бы вон тут спуститься никто бы ничего не сказала ну да ладно мы идем вот сюда вот тут сейчас сядем какой как стричь как люди купаются пацаны сразу побежали морю насенька мирончик сидит ну и конечно пойдем щупать водичку а ой кайфа щай все намочил штаны темка вообще ускакал играть в песок радиону в море плескается волейбольная площадка здесь есть и даже учитывая что уже как бы не сезон да но все равно есть такие вот душевые и где можно помыть ноги вот так это выглядят какие виды конечно открывается на пляже лара вообще кайф я там как-то все сделано в крепости в стиле крепости пальмы палаточки здесь что я не знаю это но это действительно такая очень очень мелкая мелкая галька но ногам прям очень приятно и вот сразу кафе щечки красота друзья вообще нереально это он с мирончиком здесь еще вовсю работают водные аттракционы вон видите бананчик стоит ватрушке сделан такой интересный спуск и стоит этот гидроцикл домики ну вот это наверное уже платный пляж и он там тоже где-то типа а-ля крепость сделано там наверно тоже уже все платное посмотреть насколько прозрачное море хоть и с белой пеной но в целом да средиземка вместо эти волны бахают так выглядит берег не знаю много людей мне кажется летом здесь вообще все забито и вот мы с вами получается прошли вот эти вот типа крепостям сделано по крайней мере так видите в виде крепости прикольно очень по моему таком-то отель относится насколько я понял правильно прочитал но не факт так вот видите вот тут можно купаться на вот этих вот бетонах здесь короче очень сильно бьют волны мостик плавить к пляж классный а сейчас будет стать по ходу все прыгать да слушайте вообще прикольно здесь можно так вот прогуляться о здорово ну да сейчас по ходу все дружно будут прыгать или они просто стали там сходятся да слушайте вообще здесь прикольно мне прям зашло вот они вот так вот на лежаках отдыхают не успел я для вас снять как ребята будут прыгать потому что подошел видимо security этого пляжа на как бы под понимал что мне горит типа про браслет на руке хотя он велась и по турецком ну типа понятно что он не просто так же ко мне подошел вот и в итоге это я ему сказал просто ноу он тогда мне показывать типа иди отсюда и говорит на турецком окей он мне грицинги и все я пошел да ну собственно в тот пляж получается он только для того отеля вот а мы все знаете как ругаемся на сочи мол типа почему типа где-то пляжи недоступны вот пожалуйста в турции эта история вообще нормально то есть есть ты придешь куда-то не отельный пляж тебя просто оттуда выгонят еще очень клево конечно вот у вас пожалуйста гранатики всякие эти ну как обычно да там в том же адмире в сочи и зона теневая где можно полупать вот это все душевые синие тоже можно спокойно пойти ополоснуться есть летний душ это так пола переодевалки даже клево не знаю насчет лежаков информации вообще нигде нету по поводу цены поэтому я вам не подскажу а здесь вообще посмотрите как круто можно просто как офигенно отдохнуть мангальные зоны слушайте вообще кайф причем их огромнейшее количество их очень много посмотрите весь получается пляж через набережно получается все в этих мангальных зонах вот друзья кто вдруг смотрит меня из сочи берите конечно пример это просто офигенно мусорки стоят гляньте как круто смотрите какое количество еще можно в машине даже подъехать и вот так вот классно у тебя получается на мангал и столик и вот вы чилить вот с таким вот видом ну вообще круто и какая набережная какая набережная пустая вот туда на самом деле можно идти вообще бесконечно можно взять тук-туки покататься ой друзья не знаю какой кайф кто не был в Аланье обязательно приезжайте погуляйте здесь невероятно виды какие вот там на горе я не знаю что то ли крест то ли что не знаю видно вам будет не будет какой кайф уже дело к закату мы выдвигаемся с пляжа Лара будем идти в сторону дома возможно по пути где-то зайдем еще покушаем что тоже бы очень бы хотелось ну посмотрим Настенька пока мы сюда шли Настя там приглядела один какой-то ресторанчик вот зайдем покушаем местной еды давайте вам еще вот так покажу морюшко вид на горы солнышко заряжайтесь друзья через наши выпуски обязательно солнцем ну и конечно путешествуйте выбирайтесь ездите к морю и если у вас дети то знайте дети это ни в коем случае не помеха вот лежит малой кайфует пацаны вон наплескались все классно вот идем уже обратно и люди идут вообще затаренные с пакетами с этого рынка мы в общем не смогли пройти мимо купили у дедушки 3 килограмма яблок за 10 лир и купили еще в другой палаточке два авокадо каждый авокадо по 5 лир разгоняли в магазин купили вот такой лоток мороженого лоток мяса ну я не знаю что это по моему это филе то ли индейки то ли курица картошки морковь и две луковицы и все это дело вышло на 41 лиру то есть 305 рублей вот что-то берешь прям как у нас что-то вот берешь вот так вот дешево получается ну вот прям лоток сколько здесь 375 грамм 10 лир то есть 70 рублей ребятки все мы будем готовить ужин кушать прям сегодня устали пока туда-сюда ходили видимо после перелета мы еще не отошли вы не забывайте подписываться поддерживать наш канал лайками комментариями конечно репостами увидимся с вами завтра в новом видеоролике а я пошел монтировать для вас новый выпуск пока и и и и и и и Продолжение следует...